Итак, будем сейчас записывать новый маршрут, площадь Калинина, Адово кольцо, почему улыбаюсь, потому что выражение вспомнила, и со стороны Перевозчикова мы будем туда заезжать. Так, я сейчас нахожусь на улице Дачной, пересечение с улицы Дуси Ковальчук, слева от меня большой магазин Уют, что примерно вы соориентировались, где мы находимся. На улице Дачной мы сейчас видим после перекрестка установлены интересные знаки, всего три полосы, из которых одна полоса в попутном направлении и две полосы для встречного направления. Вот они, знаки. Остановка и стоянка запрещено, движение грузовых автомобилей с массой более 3,5 тонны тоже запрещено. Так, еще раз дублируются знаки после пересечения, которые опять же вводят нас в курс дела, что по попутке одна полоса, по встречке две. Есть такие, да, действительно улицы, вот с таким интересным, не симметричным количеством полос. То есть не всегда две на две, одна на одну бывает такое. И мы сейчас будем поворачивать направо на улицу Перевозчикова и, в принципе-то, и въезжать на площадь Калинина. Так, нерегулируемый перекресток. У меня главная дорога и у встречного главная дорога. Но я для встречного справа, поэтому я поворачиваю направо, уступаю дорогу только пешеходам, путь которых я пересекаю, с водителями. Очень внимательно. Ну, я должна пользоваться преимуществом. Все, да, действительно, все красиво. Вот она улица Перевозчикова. Двухполосная. Одна полоса сюда, другая полоса не сюда. Встречное движение. Одна попутка, одна встречная. Итак, мы въезжаем на перекресток в площадь Калинина. Давайте еще раз. Это не круговое движение. Нет, потому что нет дорожного знака 4.3 круговое движение. А есть знак 4.1.4, обязывающий двигаться только прямо или направо, предписывающий. Поэтому это не кольцо. Это не круговое движение. Что это? Ну, я это называю просто перекресток, осложненный клумбой посредине. Все. Прекрасно, что загорается красный. Мы с вами все это дело сейчас рассмотрим. Я первая. Ребят, смотрите. Знак приоритета большой, огромный. Вот тут с правой стороны установлен. Уступите. С такой классной, кстати, табличкой. 8.13 направления главной дороги. Посмотрите крестиком. Вот. Он не работает. Это перекресток регулируемый. Я по зеленому буду сейчас въезжать. И все, кто на площади Калинина, ну, на кольце, да, хочу назвать, они тоже по зеленому. Но я для них помеха справа. Они меня должны пропускать. Но, как видите, никто, никто вообще даже-даже не притормозил. Я ничего не включила. Здесь включаю правый, потому что я уже выезжаю и показываю, да, что это выезд. Хотя, опять же, по правилам это не рассматривается как правый поворот, потому что мы завершаем выезд на все полосы, кто на что гораст. А не на крайнюю правую, как обычно выполняется крайний правый поворот. Поэтому я не рассматриваю это как правый поворот. Почему включила поворотник? Да чтобы быть предсказуемой. Ёлки-палки. Для того, чтобы всех предупредить, что я выезжаю с кольца. Вот так вот это все сделали. С улицы Перевозчиков. Откуда это пошло? Раньше там не было светофора. И там был знак 2-4. Уступите дорогу. И там была дорожная разметка нанесена. Дорожная разметка 1-13. Треугольнички, да, до которой дублируют знак. И в памяти у меня, да, что мы всегда уступаем. Но сейчас-то вы же видели. Знак приоритета не действует. Я по-зеленому. И они все въезжают на площадь Калинина со всех сторон. С Дуси, Ковальчук, с Красного проспекта. Тоже по-зеленому. Помеха справа должна действовать. И я от них правее. Они должны останавливаться и меня пропускать. Но никто, вот сколько я езжу в других направлениях, никто с Перевозчикова не уступает. Включая меня. Потому что, ну простите, волчьей стаи. Ой, по-волчьей. Если я одна приторможу, что я такая умная, я могу получить удар в заднюю часть. И потом кому я сделаю хорошо. Поэтому приходится быть очень аккуратным. Я всегда очень внимательно смотрю и обстановку сзади, чтобы мне никто не прилетел. И остановку справа, чтобы с Перевозчикова не ехал тот водитель, который хорошо понимает, да, что у него есть преимущества. Это очень внимательно все проезжается. То есть я учитываю абсолютно все. И те, кто нарушает, и те, кто не нарушает правила. Прямо хорошенько считываю дорожную обстановку. Если мы говорим по закону, то Перевозчикова мы должны пропускать. Обязаны. А если мы будем смотреть на такую, скажем так, водительскую традицию обычай, то почему-то все едут и не пропускают. Вот такая ситуация. Продолжение следует...